В Сочи елки украсят медузами и морскими коньками, а к маю заборы сменят на живые изгороди. Эти темы обсудили на планерке главы курорта. Школа на 400 мест откроется в Совет Кваджи в начале следующего года. Ход строительства проверил глава Сочи. Сочинский саг проходит модернизацию, а прежние руководители по уголовному делу. Итоги озвучили на совещании. Официально ловили кефаль, а по факту краснокнижных животных пойманы браконьеры, которые охотились на дельфинов. 12 шведских идей могут реализовать на Кубани. Иностранные инвесторы озвучили свои предложения главе региона. Вениамин Кондратьев встретился с полномочным послом Королевства в России и руководителями крупных компаний. Бизнесмены из Швеции высказали готовность сотрудничать с Краснодарским краем сразу в нескольких отраслях экономики. В свою очередь губернатор отметил, что для нашего региона особенно интересны идеи создания комфортной среды в городах, энергосбережения. Кроме того, для края важен опыт шведских коллег в вопросах утилизации твердых бытовых отходов. У вас мировой опыт по утилизации мусора, а для Краснодарского края это проблема номер один. Около 16 миллионов отдыхающих за год приезжают сюда. И каждый оставляет после себя отходы жизнедеятельности, как мы говорим. И они огромны. И, конечно, сегодня можно наш красивейший край превращать в свалки, в мусорки, но от этого явно не выиграет наше последующее поколение. Поэтому здесь вопросы, связанные с управлением отходами, для меня это одна из важнейших тем сегодня в задачах региона. В Швеции 99% мусора населения используется или вторичным сырьем, или для энергетики. И только 1% попадает на свалку. У нас есть сегодня фирмы, которые занимаются, и они, конечно, создают не свою маленькую часть этого успеха, но, конечно, это большая целая система сотрудничества между государствами, муниципалитетами и фирмами. Отдельно глава региона и посол Швеции обсудили перспективы сотрудничества в сфере промышленности и сельского хозяйства. Кубани нужны партнеры в этих отраслях. Тем более, что у королевства есть большой опыт в применении агропромышленных технологий. В рамках определенных санкционных моментов, вот те товары, которые были достаточно долго на российских полках, сегодня уже отсутствуют. Но полки не могут быть пустыми. Поэтому, конечно, мы стараемся их занять. И сегодня регионы устраивают конкурентную, активную такую гонку. Кто сможет это сделать быстрее? Кто быстрее, еще раз хочу подчеркнуть, модернизирует те отрасли экономики, существующие, или создаст новые? Для того, чтобы мы быстрее могли зайти на эти полки. И здесь нам тоже нужны партнеры. Нам нужен ваш опыт. Почему? Потому что мы сегодня должны принять правильное управленческое решение, в каком направлении развивать промышленность. На что ставить акцент? На переработку, на легкую промышленность, на станкостроение. Вот здесь нужен опыт, куда правильно вложиться. Именно вложиться, чтобы завтра выиграть. Сегодня на территории Краснодарского края работают 13 предприятий со шведским капиталом. Всего же за последние 10 лет в российскую экономику королевство вложило больше 9 миллиардов долларов. Лучшие передовые технологии в сельском хозяйстве собрали в Краснодарском экспограде. Сегодня там открылась выставка «Юг Агра». Официальный старт ее работы дали глава региона Венемин Кондратьев и председатель краевого заксобрания. В павильонах крупнейшие российские и иностранные компании представили новейшую технику. Это новые тракторы, комбайны, культиваторы, плуги. Именно использование современных машин – один из секретов рекордных урожаев, отметил губернатор. За последние два года в крае произошло рекордное обновление парка сельхозмашин. На эти цели было выделено 20 миллиардов рублей. Такое масштабное техническое перевооружение стало возможным в первую очередь благодаря государственной поддержке стороны правительства Российской Федерации, ну и, конечно, региональных программ. Ну и я убежден, что дополнительный импульс всему этому придает та выставка, на которой мы с вами находимся, Юг Агра, где сегодня собрана лучшая мировая техника и представлены самые разобразные передовые технологии в сельском хозяйстве. Безусловно, это инвестиции. Это инвестиции в будущее, в будущее сельского хозяйства, в будущее стабильной экономики нашего региона, ну и, конечно, в стабильную и комфортную жизнь наших селян. Экспозиции Юг Агра настолько велики и объемны, что их, как Эрмитаж, невозможно обойти за один день. За годы своего существования выставка внесла немалый клад в развитие агропромышленного комплекса Кубани. Наши аграрии заключают здесь контракты на приобретение оборудования, позволяющего продвинуть вперед их предприятия, нарастить объемы производства, повысить его эффективность. Почти три четверти договоров на поставку техники заключаются на Юг Агра. Выставка Юг Агра уже 24-я по счету. Ее почетными гостями в этом году стали полномочные послы Швеции и Нидерландов в России. Всего же участие в ней принимают почти 700 компаний из 32 стран мира. О бесплатном проезде на чемпионат мира по футболу болельщикам ответят по телефону. Начала работу горячая линия службы поддержки. Болельщики чемпионата могут получить консультацию по вопросам бесплатного проезда к местам проведения соревнований по телефонам, которые вы сейчас видите на экране. Сегодня поддержка осуществляется на двух языках – английском и русском. После Нового года их количество будет увеличено. С момента открытия специалисты контакт-центра отработали более 100 звонков. Большая часть которых была связана с оформлением бесплатного проезда и маршрутами внутри городов-организаторов. Получить помощь в выборе оптимального маршрута на бесплатном транспорте, разобраться с оформлением необходимых документов и с условиями предоставления права бесплатного проезда можно круглосуточно и без выходных. Кроме того, операторы службы поддержки готовы оказать помощь в бронировании специализированных мест для людей с ограниченными возможностями. Для получения права на бесплатный проезд любителям футбола необходимо приобрести билеты на матч и оформить паспорт болельщика. В Сочи елки решили украсить медузами и морскими коньками. Новый год на курорте пройдет под девизом «У моря в Сочи». К маю же заборы и ограждения в городе сменят на живые изгороди. Что еще стало темой обсуждения на планерке, главы курорта расскажет Инга Габешия. Новогодним трендом 2017 года был футбол, как напоминание о Кубке Конфедерации. Даже искусственные елки на улицах Сочи были из светодиодных мячиков. На этот раз концепция в морском стиле. В декорировании пространства и новогодних елок Департамент оформления дизайна городской среды предлагает использовать ракушки, спасательные круги. В тему будут и медузы с морскими звездами. На Новый год у моря в Сочи жители и туристы должны почувствовать себя в магазинах, санаториях и автобусах. Елок в городе будет 37. Не отставать в подготовке к празднику порекомендовали и микрорайонам с селами. Елка из окромов не подойдет. Убранство должно быть единым во всем Большом Сочи. Оформление необходимо завершить до 10 декабря. 27-го в городе по традиции подведут итоги конкурса на лучшее благоустройство. Те деньги, которые мы вкладываем сегодня в дороги, в газопроводы, они нацелены на то, чтобы жизнь в этих микрорайонах города сделать такой же, как в городе. И глава сельского округа, и председатель ТОС должен подумать и сказать, да, мы должны свой населенный пункт подготовить к Новому году. Это Рождество. Люди должны прочувствовать этот праздник. А вы ждете. Обсудили на планерке еще один проект оформления городской среды. Только уже ландшафтный. В Сочи приступают к реализации программы «Живая изгородь». Конструкции, установленные к Олимпиаде, морально устарели. С этим согласилась и общественность. Председатели ТОСов единогласно проголосовали за живые изгороди из растений. Благодаря тому же гибискусу изменится не только внешний облик курорта, но и климат. Влажность, которая появляется в городе в августе месяце, она бы была значительно меньше, если бы мы меньше закрывали. Вы сами понимаете, когда так называемый сквознячок – это одно. Когда мы сами себя закрыли, это, конечно, неправильно. Из-за этого не очень комфортная обстановка у нас в августе месяце. Влажность – это субтропик. В субтропиках не должно быть вот таких вот дополнительных, значит, преград для движения воздуха. В городе, подсчитали специалисты, необходимо 25 тысяч погонных метров живых изгородей. Средства на такое ландшафтное оформление городской среды изыщет администрация. А высадить зеленые заборы необходимо до мая, то есть до начала мундиаля. Параллельно Сочи готовится к проведению заседания стран ШОС. 1 декабря для делегаций из 18 стран мира планируют провести обзорную экскурсию. Поэтому работы по наведению порядка должны вестись усиленно, подчеркивает мэр. Подвели сегодня чиновники и итоги работы межведомственных групп по комплексной проверке гаражно-строительных кооперативов, где, помимо всего прочего, нарушается законность использования сетей ЖКХ. Составлены административные протоколы, возбуждены уголовные дела. Но ВОЗ и ныне там. Пора принимать кардинальные меры, говорит Пахомов. Надо снести все и будем там планировать лесопарковые насаждения, скверы делать, либо еще что-то для улучшения городской среды нашего города. Но я думаю, что этот вопрос не праздный. Мы его серьезнейшим образом должны на следующей планерке разобрать. К слову, новый сквер уже 25 декабря открывается на Бытхе. Следующий зеленый уголок по плану разобьют на Светлане. Инга Габеша, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ. В Олимпийском парке Сочи на три дня ограничат движение. С 29 ноября по 1 декабря на курорте планируется проведение совещаний в рамках встречи Шанхайской организации сотрудничества. На этот период будет ограничен доступ транспорта на территорию стоянки перед отелем Redis & Blue Resort & Congress Center. К другим новостям. В Сочи за 9 месяцев этого года вывезено 167 тысяч тонн мусора. Такие цифры были озвучены на совещании в администрации города, которое провел с отделами спецавтохозяйства первый заместитель главы города Мугдин Чермит. За прошедшие 9 месяцев, а особенно в последнее время, зафиксировано увеличение выручки на 10%. Что касается количества договоров с юридическими лицами, то на начало года их насчитывалось 1200, а на сегодня уже 7 тысяч. Также выросли показатели оплаты со стороны физических лиц, организаций и предпринимателей. Благодаря оперативной работе юридического отдела САХ с судами и службой судебных приставов сборы достигли 92%. Новая дислокация контейнерных площадок на четырех улицах центра города позволила сэкономить городскому бюджету 3 миллиона рублей. Стоит отметить, что половина городского мусора бросовый и неучтенный, включающий в себя строительные отходы. Этот вид мусора вывозится за счет городской казны в ущерб местному бюджету. За 9 месяцев стоимость утилизации такого бросового мусора превысила 250 миллионов рублей. В связи с этим департаменту городского хозяйства Мугдин Чермит поставил задачу организовать совместные рейды по выявлению нарушителей. Им теперь грозят крупные штрафы. Новое управление административного контроля, которое тоже включилось в эту работу вместе с районами. И, естественно, мы наведем порядок. Жители и гости города должны понимать, что все эти меры направлены только для того, чтобы у нас в городе было чисто, было красиво. Чтобы мы ежегодно не просили у бюджета для нашего предприятия десятки, а то и сотни миллионов дополнительных рублей в виде субсидий для того, чтобы вывозить бросовый или так называемый неабонированный мусор. САХ сейчас действует в непростых условиях модернизации. Предприятие в марте-апреле стояло фактически на грани банкротства. Его долги на тот момент составляли около 700 миллионов рублей. Тогда САХом управляла компания ТСМ, которая должна была улучшить финансовые показатели. Но фактически предприятие из прибыльного превратилось в убыточное. Сейчас город судится с компанией ТСМ. Возбуждены уголовные дела. Компания принимала мусор по завышенным тарифам – 4500 рублей за тонну. При этом накопления не вывозились на полигоны, а складировались на территории по улице Водораздельная. В итоге САХ был взят под муниципальное управление. К своим обязанностям приступила новая команда предприятия. Стоимость вывоза мусора из Сочи на полигоны Краснодарского края снизилась до 1500 рублей. Проводится масштабная автоматизация компании. Она уже в ближайшее время позволит контролировать процесс от контейнера до полигона, учитывать расход топлива и автоматически фиксировать количество мусора на каждой контейнерной площадке. Городам и предприятиям по решению суда за один месяц был полностью ликвидирован так называемый мусорный помир. Тот самый мусор на водораздельной. Организаторам уже выставлен счет претензия на сумму 90 миллионов рублей. Школа на 400 мест откроется в Совет Кваджи в начале следующего года. Сейчас активно ведется ее строительство. Основные работы практически завершены. Идет монтаж верхних этажей и крыши. После начнутся отделочные работы. На возведение школы из бюджетов муниципалитета и края было выделено более 100 миллионов рублей. Как они расходуются, проверил глава города. От старого здания школы не осталось и следа. За пять месяцев здесь появились корпуса новой современной школы на 400 мест. Строительные работы не останавливаются ни на минуту. Ведь уже к началу следующего года она должна быть открыта. Такую задачу мэрия поставила перед подрядчиком. Тем более, что средства на возведение школы и ее оборудование есть. Деньги выделены из края и городского бюджета. Мы в обязательном порядке, при любых условиях, с этим, либо с другим подрядчиком, сдадим вовремя школу из самого высокого качества. Только в этом году, как вы знаете, мы недавно ввели в эксплуатацию к первому сентября школу и детский сад на верхней беранде. Вот к концу этого года вводим в эксплуатацию детский сад в ЛАО и вводим в эксплуатацию школу в селе Веселое в Адлерском районе. Вот четыре объекта. Открытие 84-й школы люди ждут с нетерпением. Сюда будут ходить не только жители Совет Кваджи, но и Аше, Вишневки, микрорайонов Пионер и Зорницы. Кроме того, в отличие от старой, школа будет оснащена современной техникой. Появится много учебных кабинетов, актовый и несколько спортзалов. В старом здании нам недоставало ни спортивного зала, отсутствовал актовый зал, столовая была в приспособленном помещении, наличие кабинетов. У нас было всего восемь учебных кабинетов. Новая школа рассчитана на 400 мест, а значит, обучаться дети будут только в первую смену. Вторую половину дня задействуют для доп. образования. Продуманные и подъездные пути к школе, предусмотрены парковочные места. Кстати, в следующем году начнется строительство еще трех школ на Мамайке в Дагомысе и в Центральном районе Сочи. Татьяна Говоркова, Арактаян, телекомпания ФКТ. В Краснодарском крае пойманы браконьеры, которые охотились на черноморских дельфинов. Более полугода оперативниками пограничного управления при содействии краевой прокуратуры велась разработка преступной группы. В итоге была вскрыта схема, по которой велась добыча дельфинов и их транспортировка. Черноморские афалины занесены в Красную книгу. На черном рынке в России цена за одну особь может составлять более трех миллионов рублей. Прикрываясь официальной деятельностью по добыче рыбы, члены одной из рыбопромысловых бригад побережья с помощью кефалевых ставных неводов, незаконно ловили дельфинов. Благодаря слаженной работе сотрудников пограничного управления и краевой прокуратуры деятельность преступной группы была пресечена. В ходе проверок был установлен дельфинарий, куда привозили млекопитающих. При этом, как показала проверка дельфинария, на время курортного сезона его арендовали предприниматели из Ростовской области. Во время проверки там было обнаружено три дельфина. Владелец не смог предоставить на них комплект документов. Пережившие браконьерский лов и транспортировку афалины находились в плачевном состоянии. Была проведена целая операция по спасению больных дельфинов. Сейчас животным ничего не угрожает. Они переданы в дельфинарий «Морская звезда», где им обеспечен уход и содержание. По факту незаконной добычи морских млекопитающих возбуждено уголовное дело, браконьерам может грозить до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч рублей. Следствие продолжается. Расследование взято на особый контроль прокуратурой края. Последний срок уплаты налогов, лицензия на аборты и новый штраф для автомобилистов. Что изменится в жизни россиян с 1 декабря, сегодня сообщают «Известия». Все подробности узнаем далее. До 1 декабря всем россиянам, владеющим землей, домами, квартирами, транспортными средствами, гаражами или машинамистами, необходимо заплатить налог на имущество и земельный налог за 2016 год. Уведомления налоговая служба разослала еще осенью. Правда, если письмо не дошло, то ответственность все равно лежит на налогоплательщике, а не на ведомстве. Если же налог до 1 декабря уплачен не будет, то уже со 2 декабря начнут начисляться пени. Зато у тех, кто не согласен с суммой, есть больше времени на то, чтобы заплатить налог, а затем добиваться справедливости. Обратиться в налоговую инспекцию по поводу возврата лишних платежей можно в течение трех лет с этого момента, а не одного месяца, как было до сих пор. С 1 декабря получить штраф могут водители, поменявшие резину на зимнюю, но не наклеившие на свой автомобиль знак с буквой «Ш». Изменения в правила внесли из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с зимними шипованными колесами и с обычной летней резиной. Переобутая машина на зимней дороге останавливается быстрее, так что в случае экстренного торможения водителю, следующей сзади машины с летними колесами, может просто не хватить времени для того, чтобы избежать столкновения. Кроме того, участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли в случае, если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей. С 1 декабря это ограничение снимается. Хорошие новости ждут пассажиров общественного транспорта. Поездки на нем должны стать более безопасными. В силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля, введенный Минтрансом. Теперь перед каждым рейсом проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную, будут специальные контролеры. Правда, поскольку контролеров выбирают сами перевозчики, пока не ясно, насколько эффективной окажется эта система. С 1 декабря будет введено временное ограничение на поставки мяса из Бразилии. В Россельхознадзоре объяснили, что обнаружили в бразильском мясе запрещенные стимуляторы роста. Запрет коснется свинины, а также мяса крупного рогатого скота. Сразу два изменения в начале зимы будут введены по инициативе Минстроя России. Так, ведомство представило методику расчета стоимости работ по капремонту. На ее основании все регионы к декабрю должны были провести перерасчет. Это было сделано на фоне массового недовольства россиян суммами, которые ежемесячно начислялись им за капремонт. Более прозрачными также могут стать цены на рынки строящейся недвижимости. С 1 декабря строительные компании должны будут указывать в Федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд параметров, в том числе заложенные в смету цены на материалы, оборудование, элементы конструкции, а также на использование стройтехники и оплату труда рабочих. Подотчетными становятся даже данные о тарифах на грузоперевозки по железной дороге. Предполагается, что все это позволит ужесточить контроль за ценами на строящееся жилье. И последнее. Клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению акушерства и гинекология, больше не смогут производить аборты. 1 декабря вступает в силу постановление правительства. По нему оказывать такие услуги смогут только медучреждения, получившие специальную лицензию. В Минздраве рассчитывают таким образом наладить учет клиник, оказывающих подобные услуги. Инга Габешия, телекомпания ФКТ Действующий генплан Сочи будет откорректирован. О необходимости внести изменения в документ говорили сегодня во время совещания в мэрии. Специалисты выступили со своими предложениями по улучшению городской среды. Действующий генплан был утвержден 8 лет назад, в период подготовки города к Олимпийским играм. Тогда на первый план выходили вопросы по обустройству инфраструктуры, строительству новых дорог, отелей и коммуникационных сетей. За это время произошла трансформация городского пространства. И сейчас, как отметил Анатолий Пахомов, первоочередная задача – это создание большего количества парков и скверов в городе и прекращение возведения высоток. Кроме того, на курорте значительно увеличилось количество жителей. Сейчас их больше 500 тысяч. А значит, необходимо строительство социальных объектов. Если с больницами и поликлиниками у нас пока, я повторяю, все нормально, то, что касается учреждений образования, то здесь у нас есть особые проблемы. Мы имеем сегодня и достаточно комфортную инфраструктуру. Нам стоит сегодня поработать над тем, чтобы были комфортные наши микрорайоны. Мы должны предусмотреть и другие, иные возможности для развития города. Стратегией развития города на ближайшие пять лет занимается московская компания «Гипрогор». Сегодня во время совещания ее руководители выступили с подробной презентацией по разработке изменений в генплан города до 2030 года. Идея заключается в создании так называемого «умного города» в целях обеспечения подъема уровня жизни муниципалитета и комфортного проживания жителей. До конца года во всех районах курорта будут проведены общественные слушания с целью услышать пожелания горожан. В конце года принято подводить итоги. Сегодня депутат городского собрания Сочи Аганес Чепнян отчитался о выполнении наказов избирателей в нынешнем году по Бытхинскому избирательному округу номер 6. Где бы ни появился депутат городского собрания Сочи Аганес Чепнян, а встреча была назначена в гимназии номер 16, его тут же окружают жители. В 6-м избирательном округе их 30 тысяч. Впереди декады инвалидов и необходимо организовать праздник в Доме культуры элита. С Аганесом Америковичем мы работаем в тесном контакте. Всегда участвует в торжественных мероприятиях, всегда отзывчивый, оказывает адресную помощь нашим инвалидам. Помогает с ремонтом. Депутат всегда в гимназии номер 16. Здесь он сам учился, учились и его дети. Обратите внимание, новые стенды. Ежегодно он поддерживает всех детей-отличников. На традиционный день гимназии каждый ребенок-отличник получает премию от нашего депутата. Буквально все, чем украшена школа, тоже сделано с его помощью. Ни к одному вопросу он не остается равнодушным. В поле зрения депутата и малообеспеченные семьи и школьники неравнодушны к спорту. Полностью оснащен школьный тренажерный зал, отремонтированы и участки дорог. Дорога сделана от Ясногорска 15-46, дорога сделана на Кровогреческое, замечательная дорога. Хочу сказать, что сделан тротуар от первой столовой наверх к Айлите, от Айлиты в школе сделан лестничный марш. А еще для всех жителей района появится на Северном Слоне свой парк отдыха с одноименным названием «Будха». Сейчас там идут подготовительные работы. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». В Сочи на сборы прибыл женский гандбольный клуб «Звезда». Наши погодные условия позволяют девушкам из Звенигорода успешно готовиться к чемпионату России по гандболу. Тренировки женской гандбольной команды из Подмосковья проходят в Федеральном центре спортивной подготовки «Югспорт». Спортсменки признаются, условия для занятий здесь очень хорошие и погода соответствует. Все есть для того, чтобы основательно подготовиться к российскому этапу выступлений. К слову, в пятницу в Германии начнется чемпионат мира по гандболу среди женских команд. В главном турнире года примет участие и женская сборная России, которая попала на мировое первенство благодаря двум победам в стыковых матчах над польской командой. За коллег из национальной сборной гандболистские звезды будут волноваться в Сочи. И, конечно же, тренеры, звезды и спортсменки следят за последними сообщениями МОК о лишении российских спортсменов высших наград Олимпиады. Эта тема сейчас волнует всех атлетов. Все поддерживают наших спортсменов и считают, что наши спортсмены чистые, но предвзятость во всех этих отношениях, она видна невооруженным взглядом. Самое главное, предъявляются претензии, в которых нет никакой обоснованности и никаких фактов. И это, конечно, еще более обидно, потому что мы знаем, насколько спортсмены тренируются, каждый день выкладываются, готовятся, у них есть мечта определенная, цель. Ну и на этом наш выпуск завершен. Я напоминаю, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. И на этом я с вами прощаюсь. В студии была Ольга Десятова. Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok